Так, ну вот, все тот же двухлитровый двигатель Subaru с фазовращателями и такая типичная проблема, как течь уплотнений вот этих самых фазовращателей. То есть раньше решение ее было такое, то есть менялся этот блок в сборе. Стоит он просто абсолютно таких космических денег и мы нашли гораздо более бюджетное решение этого. То есть меняется вот такое вот уплотнение, обычная резинка, ну проблема в том, что она далеко не у всех есть. Так, теперь все это дело разберем, дабы наглядно продемонстрировать. Так, ну и вот, собственно, само это устройство изнутри. И вот видно, что окаменевшая резинка, вот она, собственно, кусками отсюда вынимается. Ну и тут, соответственно, все это закоксовано. То есть надо очистить все вот эти внутренние полости от вот этих вот отложений смолистых и лаковых. Вот, коль уж сюда залезли. Вот. Мы используем очиститель тормозной системы. Не агрессивен и в то же время очень эффективно все это дело удаляет. После того, как мы все это отмыли, собираем все это в обратной последовательности. Вкладываем резинку на свое место, ставим корпус, крышку возвращателя. Здесь есть перепутать все это невозможно. И теперь выкладываем все это на место. Ну, заключительная фаза, то есть протягиваем должным усилием с помощью динамометрического ключа вот этот вот агрегат, соответственно. Ключ у нас бывалый, а функцию слайда выполняет. Вот таким образом мы как бы бюджетно перебрали фазовращатель, вернули ему герметичность. То, к чему приводит негерметичность в системе ГРМ, сами можете представить. То есть, когда масло попадает на ремень, это его здоровью не способствует. Ну, собственно, на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok